Назержон Кучкоров из таджикского Худжанда больше 20 лет приезжает в Сургут на заработки, ремонтирует дороги. И о процедуре оформления патента на трудовую деятельность, кажется, знает всё. Раньше мужчине приходилось отстаивать в очередях по несколько дней. Теперь получить документ можно за одни сутки. Зазвучит, в дом настал все документы. Это комиссия проекта, все документы давать. Все на одном месте. В паспортно-визовом сервисе ОМВД России можно пройти медкомиссию, оформить страховку, сдать языковой экзамен. Единый миграционный центр открылся в Сургуте на энергостроителей 3 в районе ГРЭС. Он является первым в Югре. Удаленность от центра города обусловлена тем, что хантоматический автономный округ посещает большое количество иностранных граждан. И, соответственно, в основном все приезжают на машинах, потому что у вас зимы очень длинные. И начиная с утра уже скапливается народ. Здесь у нас организована огромная стоянка на 400 мест. В центре города практически нет таких мест. В связи с этим было выбрано данное место. Раньше иностранный гражданин, чтобы пройти медкомиссию, должен был приехать в Центр профилактики и борьбы со СПИДом, где сдавал кровь и получал обходной лист. Дальше начиналось довольно длительное хождение по медицинским учреждениям – кожно-венерологический, противотуберкулезный, психоневрологический диспансеры. Затем человек возвращался обратно в Центр СПИД за заключением. Сейчас процедуру значительно упростили. Иностранный гражданин обращается в единый медицинский центр. Здесь в единой регистраторе оформляются все документы. Прохождение занимает порядка часу-двух. И он уже на следующий день получает медицинское заключение. С этим документом гость из ближнего зарубежья отправляется в отдел по вопросам миграции, чтобы закончить оформление разрешения на проживание и работу. Такая система помогает сотрудникам полиции отслеживать перемещение иностранных граждан в Сургуте и округе.